здарова народ сегодня снова у серёги и сегодня будем изготавливать шлем из озерного вот такая вот штука нас ждет впереди ну вот распечатки есть в интернете об этом шлеме тоже много написано и рассказано вот будем его делать напоминает он чем-то сборкой своей ерман бю тоже из четырех частей вот будем этим сегодня заниматься но в дальнейшем увидеть что получится так так как наш генерал сейчас занимается тем что бетонирует себе там короче двор я сегодня мне так объяснил вкратце 7 сам расскажу значит берется вот такой лекала и поля треугольник но он не треугольника с округлостями вот и сейчас я примерно расскажу это на 69 размер на мой размер головы значит высота его высота 18 7 18 7 но по нижней части если брать от угла до угла короче 17 17 и 8 ну а вот эти все округлости то есть уже как бы если три точки взять уже эти все округлости можно сделать на глаз вывести себе такой лекала можно уже доработать потом но и со временем если вдруг окажется то что вот эти четыре лепестка четыре части будут большего ты всегда можно подрезать их то есть уменьшить уменьшить размером ну и что сейчас я короче вот металл он не дал двоечка сейчас я значит буду укладывать все обрисовывать и уже ножничками буду резать все это дело так что я думаю показывать не надо сам процесс нарезаю все уже подготовлю детали уже с них буду дальше делать так ну что же приступаем ну что выколоть вырезал я четыре части вот таких вот четыре треугольника вот сейчас буду сидеть уже и начну полигончик уколотить их выбивать то есть части уже чтобы как говорит все четыре выколачивать начну для того чтобы они уже потом их соединились как купол в единый и уже дальше дальше будем показывать объяснять и рассказывать что мы уже будем делать дальше обечайку накладки вот эти все и все остальное прочее сейчас я приступаю к выколачиванию на пеньке также буду сидеть и долбить гирькой молоточками выводить это все как и норманку в принципе вот этим займусь ну и покажу вам естественно так что хотелось бы еще добавить ну все то же самое начинаем с центра по спирали бьем сначала тяжелым как она в принципе все тоже механизм выколачивание один и тот же в принципе во всем этом процессе то есть бьем тяжелым потом выравниваем все это более легким молоточком уже закругляем и сводим но здесь больше будем относить относить начнем с центра но больше будем переходить вот на эту часть вот в этой области будем долбить так как шлем имеет более такой кубистый вид такого есть это вроде прямо идет а уже здесь вот на загиб пошла то есть основной удар будет наноситься вот сюда вот большую часть потому что как бы если присмотреться превратить его такой квадрат вот тут основном вот этот купол здесь идет а здесь просто немножко наклонено и вот на это акцентировать нюанс будем делать ну что ж приступаем так что ж поколотил вот придал такую форму прошелся также с центра по спирали выхватил две половины но они не сходят ибо я закосячил да это я рассказываю короче в чем проблема проблема в том что пометить я себе пометил вот здесь вот линию если видно может быть вот маркером видно и выгнал слишком много вот эту часть надо было выгибать вот отсюда от центра больше загибать вот так вот было и получилось что вот эти две части таким макаром сходится то чуть-чуть сходится но одна по другую залазит и ну нет просто не там изгиб сделал сейчас буду короче дело выгибать и уже выколачивать отсюда уже так народ вот я выколотил идеально практически идеально к одной из частей форма но одной из четырех частей такая как она должна быть вот и по ней уже она будет как отправная . вот поэтому как кажется лекалу я буду уже делать ну грубо говоря там правую сторону до правую сторону и уже третья пластина с левой стороны будет значит какой нюанс хочу рассказать пока наш воевода сейчас отдыхает балдеет он мне рассказал такую вещь что вот когда лекалу уже вот одну часть сформировали готовы уже да вот одна все идеально вы считаете что вот такие же части должны быть ну по всему шлему остальные три части такие же в принципе копии или близкая как копия должна быть как как и эта часть по выколотке и по всем этим вот дугам размером вот значит он как сказал прикладывайте вот ложите одну часть если это там справа или она слева вот так вот сверяете то есть смотрите чтобы вот у меня на данный момент получается что ведь как вот это вот правая в правой руке пластина вот это вот она очень сильно загнута то есть вот я как бы прикладываю да и видим что что конец ее сильно туда загнуть но это я сейчас выколачиваю вот эту эту область вытягиваю сюда вот как и здесь вот и он говорит как постоянно постоянно вот вы сделали одну часть вот берете за вторую за третью частью примерно дошли до такой вот формы вот так куда такой формы и постоянно вот так вот прикладываете приложили и смотрите то есть соединили смотрите чтоб линия другие изгиб был один здесь потом перекладываете вот стать таким образом то есть по низу тут вообще у меня как бы если мы если вы видите то тут колотить колотить еще еще и и больше загибать потом вот так смотрите но соответственно если делаете суда с этой стороны другую берете и так же прикладываете то есть каждую сторону каждую сторону вы прикладываете вот к этому лекалу для того чтобы чтобы точно все совпало то есть вот этому это дуга совпало и вот это дуга совпало то есть тогда у вас будет одинаково ну так как это опять если у кого нет вот такой вот дощечки с начертанием как говорится вот этих размеров головы а так вот прям в целом она стала как надо изгиб ее сейчас вот буду колотить вот эту вот часть и постоянно вот поколотили чуть-чуть постоянно смотрите то есть прикладывать и смотрите насколько она вытянута если впадины или ямки или в шишки для чего потому что что может произойти вы можете сильно долбить например вот эту часть а когда приложите ее к лекалу она вроде будет сходиться посмотрите вроде здесь хорошо и здесь хорошо но по факту когда вы соедините вот так вот части 2 вы обнаружите такую вещь что вроде по всем другом все сходится а шишка здесь будет больше чем здесь и вам придется придется делать уже не эту половинку лекальной а уже вот эту половину делать лекальный и если вы много выколотите много выколотите больше то вам придется уже выколачивать дальше вот эту половину то есть подгонять ее под под вот эту то есть для этого и надо то есть поколотили поколотили приложили вот эту купольную как говорится часть посмотрели да то есть вроде всходится вроде а вот тут например на свет когда я смотрю мне более видно там заметно здесь вот например круглая так вот прям очень качественно так сделал и постарался а вот здесь вот например идет вот здесь вот идет идет и прям плоская она видно плоская Значит, не надо долбить вот в эту область. И вот таким вот способом поколбасили ее немножечко, приложили, посмотрели. Ага, и вот когда она уже будет практически как монолитная, потому что там маленькие шишечки, их все равно придется в дальнейшем маленьким молоточком разравнивать, ямочки вот эти все, впадинки, их придется все равно разравнивать. И как бы вот постоянно смотрите, подолбили, подолбили, посмотрели, приложили, посмотрели. И вот таким вот способом, для того, чтобы не переколотить эту сторону. В принципе, я продолжаю дальше колбаситься. И когда выколочу вот эти две штуки, уже подгоню к этой, я буду дальше уже рассказывать, что у меня получилось. Короче, закончил я, значит, четыре половинки выколачивать. Что получалось? Получается, сейчас при полной сборке, при соединении вот таком, уже видно будет, какие косяки вылезли, какие нюансы нужны для устранения определенных неисправностей. Вот Серега сказал, что вот эта половина у меня вот эта вот, ввалилась больше, не знаю, на видео будет, не будет видно туда. Ее надо раскрывать ее чуть-чуть. То есть вот эта сторона, если тут хорошо видно, она более завалена внутрь. Ее надо распрямить и выровнять относительно вот этой. То есть сборка идет. Сначала две вот этих половинки выравниваются по вот этому ребру. То же самое совершается с этими двумя. И потом уже две половинки подгоняются друг к другу. Ну, здесь, например, вот здесь уже когда вот в общем складывается, она вот, допустим, сразу вылезает, хорошо видны косяки, например. То есть это более завален, это более вытянутая, это тоже надо чуть углубить. Допустим, здесь вот не хватает относительно, допустим, вот этой полсферы. Здесь вот тут добавить. Но это уже такая точная подработка идет. То есть надо чуть вот относительно этого. На видео, может, конечно, не очень видно, а на глаз прям видно очень хорошо. Видишь? У тебя более выпуклая эта часть. Ну да. Это чуть менее выпуклая. Значит, либо чуть выпрямлять ее, вытягивать ее. А если вытягивать, начнут ли разгибать, она может как раз и... Ну да. То есть вот я говорю, вот это самая, как будто тонкая подработка, она и больше всего на самом деле занимает уровень. Короче, сейчас начинается самый главный геморрой, вот такой, самый важный. Это моменты подгонки. Она занимает больше всего времени, да? Да. Потому что здесь надо тук, померил, опять тук, померил, посмотрел, сравнил. То есть надо сначала вырвать вот эти две части, сложить из них уже полусферу качественную. Подогнать, короче. Да, подогнать друг к другу. Обрезать их, сточить, чтобы соединилась она уже так, как нам нужно. Стало, да? Да. Короче, сейчас этим буду заниматься вопросом. Потом уже буду постепенно показывать, что у меня получается. Значит, выколотил, более-менее подогнал. Есть зазор. Сейчас вот будем срезать вверх, вниз и уже их соединять так, чтобы был миллиметровый, там, пару миллиметров зазор. Не больше. Оно. То есть здесь вот у нас явная вот вырезка. При вырезе как бы немножко ушли ножницы, соответственно, чуть отхватили. Значит, мы вот так вот на глазик приблизительно до выравнивания делаем за себя. Раз. Только понемножку, понемножку. Не надо здесь, здесь тоже вот чуть-чуть, так уже есть. Вот раз, перепад, то есть и здесь. Где ножницами, где наточили. Но это все надо делать очень аккуратно и по чуть-чуть. Потому что, как говорится, с большого будула можно лишнего отрезать, и уже обратно, как говорится, не уйдешь. Вот уже начинает проснулаться. То есть вот поскладываем, вот видно, прямо вот, хорошо видно, что, допустим, как сипольчик надо убирать. Потому что он торчит. Да, ну, вообще кольчик торчит. Ну, чуть там плюс-минус металл всегда будет играть. Это неизвестная вещь. Опять же, чуть наклон больше, где-то меньше. Это как раз все-все-все эти миллиметрики, как раз они вот этими долгими подгонками... Нет, я имею в виду, по длине основа. Ну, да. Вот теперь мы внизу. Вот у нас внизу вот она. Если посмотреть внимательно, то видно, вот, допустим, он идет ровный и прям чуть-чуть такой вот обзорный. Да, ямка. Да, ямка. И вот этот как раз вот этот надо срезать. И приблизительно то же самое будет и на той стороне. Ну, вот она практически легла. То есть сейчас вот это немножко мы сточим, точим с этой стороны, с этой подровняем, и чуть-чуть продемся. И у нас все ляжет один в один. И у нас все ляжет один. Вот башня моя будущая. Подогнать здесь, в перекрестии, я подогнал. Небольшие зазоры есть, но я заметил такую вещь. Это сейчас относительно двух половин я подогнал. Правый и левый. Вот здесь у меня выступ порог. А здесь наоборот. Чуть-чуть шлем как бы повело, но немного. Сейчас надо будет работать над этим вопросом. Если бы... То вот так, если поставить. Сейчас соединить. Соединил. Получается, здесь такая ступенька. Немножечко вот эта не подогнана к этой. Вот сейчас надо будет эти две половины подгонять друг к другу. Так, чтобы он встал ровно. Ну, то есть, чтобы не было вот этой ступеньки. Так как я еще пока рукожопый, в плане того, что у меня опыта мало. Ну, вот такую сферу выколотил я. Наподобие Йормундбю. Она, в принципе, похожа. Вот, только зерное. Вот, сейчас мне останется что? Подогнать, посидеть, поколотить. Подогнать одну к другой. Ну, сделать так, чтобы все это, ну, как бы одна была целая. Хорошо встала. Вот, то есть, она плотно прилегала, вот. И уже потом, в дальнейшем, наверное, так же на две или на три кнопочки я ее приварю между собой. И уже буду заниматься обечайкой и лицевой частью. Вот. А уже потом пойдут накладочки, сверху втулка для всего остального прочего. И уже потом сборка. Так как варить я его не буду, спаивать не буду. Я вот только что прихватил, единственное. Можно и без прихваток делать это все, то есть, на заклепке. Но, так как вертеть очень тяжело, вообще, части отдельно друг от друга. Вот. Я на три штучки прихватил их, на три точечки прихватил, чтобы, ну, можно было спокойно уже подгонять одну к другой половинке. Вот. И уже в дальнейшем просто на заклепке встанут. Это получается 2 миллиметра сама сталь шлема, 2 миллиметра будет узор, вот этот вот, который здесь находится, плюс обечайка. Ну, короче, 4 миллиметра точно однозначно здесь будет. То есть, если прилетит в голову, ничего страшного не будет. Плюс еще здесь, вот по этой части, по шву, как идет вот этот вот узор, узорчатая накладка, она еще выколочена ребром жесткости. То есть, она еще больше придаст сил, для сил удара, для принятия сил удара, так, ну, как говорится, примет удар на себя и, кажется, башка останется в целости и сохранности. Вот, такая вот коляска. В следующих сериях уже покажу, что получится дальше.